Итак, основная цель работы с рекомендациями – это расширение списка знакомых. То есть, опять же, помимо того, что мы расширяем список знакомых, в дальнейшем мы работаем с знакомыми по тому же самому алгоритму для того, чтобы опять получить новые рекомендации. Есть основное правило при работе по рекомендациям. Какое же? Запрещается спорить, убеждать и доказывать. По какой причине я всегда рекомендую использовать это правило? Нужно понимать всегда положение другой стороны, с кем мы ведем разговор. Как правило, те люди, которые оппонируют нам, они это убеждение получили благодаря какому-то периоду времени, и у них это уже внутреннее убеждение. И за тот промежуток времени, когда мы проводим с ними беседу, практически нереально что-либо человеку доказать. Мы в этом случае, когда пытаемся что-то доказывать, спорить, приходим к чему? К тому, что отношения с этим человеком мы можем испортить, потому что у нас промежуток времени небольшой, буквально там есть, может быть, полчаса, может быть, час. Отношения испорчены, рекомендации у этого человека, соответственно, мы в дальнейшем взять не сможем. Я просто обращаю внимание на то, что на первом этапе, когда мы начинаем заниматься бизнесом, мы это правило по определенным причинам не используем. Я помню просто себя на тот момент, когда я заключил соглашение с компанией, как я пытался доказывать, убеждать человека в том, что вот мое убеждение правильно, а его убеждение неправильно. И даже если мы можем убедить человека в том, что он неправ в течение этих 30-60 минут, то подумайте, да, мы человеку доказали, но как он себя будет чувствовать? То есть мы доказали, что он был неправ. Насколько он себя будет комфортно в этой ситуации чувствовать? И, соответственно, будет ли он заинтересован с нами сотрудничать? Скорее всего, нет. Да, он будет убежден, мы победили в споре, но что в результате мы будем иметь? Все равно, как правило, отношения уже с человеком испорчены. Давайте посмотрим теперь на те ресурсы, которые мы используем для того, чтобы работать по рекомендациям. Первый ресурс – это список тех людей, которые знают, что мы занимаемся NSP, и в моем списке таких людей уже более 200 человек. Как с этими людьми проводить встречи? Опять же, по моему опыту, лучше всего работает следующая фраза. «Саша, я начинаю свой бизнес в новом направлении. Для меня не в настоящее время нужен один помощник. Если у тебя или, может быть, у твоих знакомых или родственников кто-нибудь, кто хотел бы иметь дополнительный доход, ну и был бы у меня на первом этапе помощником. Есть ли у тебя такой человек?» То есть эта фраза позволяет достаточно с большой вероятностью получить рекомендацию. Какие ошибки при работе с этим ресурсом? Первая ошибка – это отсутствие списка. На первом этапе я не имел этого списка, у меня был список телефонов моих знакомых, и, соответственно, я считал, зачем мне нужен этот список, если так у меня есть телефонная книжка, я могу просто прозвонить своих знакомых. Это первая ошибка. Вторая ошибка – принятие решения за другого человека. То есть мы часто думаем, что человек имеет хорошую работу, может быть, у него свой бизнес, и, соответственно, зачем ему предлагать наш бизнес, который на первом этапе вообще практически не дает никакого дохода. То есть затратная часть по времени достаточно большая, а дохода на первые месяцы не видно. Третья ошибка – непостоянство работы со списком. Один раз прозвонил, это моя тоже была ошибка, и дальше я считал, что зачем человеку звонить, если мне он уже сказал, что его это предложение не интересует. На самом деле нужно учитывать, что через какое-то время у человека изменится ситуация. Это 100%. Может поменяется руководство на фирме, где он работает, и, соответственно, ему может быть уже дискомфортно работать в тех условиях. Может ему потребуются по каким-то причинам дополнительные деньги, которые он не может получить на основном месте работы. То есть ситуация у людей всегда меняется. И если человек сказал сегодня «нет», это не значит, что через неделю, через месяц, через некоторое время он снова скажет «нет». То есть это три основные ошибки, которые касаются работы со знакомыми, которые уже знают, что вы занимаетесь сетевым маркетингом. Второй ресурс, второй список – это те знакомые, которые не знают, что вы занимаетесь НСП. В моем списке таких людей на сегодняшний день более 600. Как начинать с ними беседу? Какую фразу лучше всего использовать? Лично у меня работает наиболее оптимально эта фраза следующая. «Саша, я начинаю свой бизнес в твоем городе, где ты живешь, и мне в настоящее время нужен один помощник». Либо «Саша, я начинаю сейчас бизнес в том районе города, где ты сейчас живешь, и мне нужен один помощник». Если у тебя или у твоих знакомых, или у кого-нибудь из родственников кто-нибудь, кому нужен дополнительный доход, и он готов бы быть моим помощником в бизнесе. То есть фраза достаточно простая. Очень важный момент я хочу подчеркнуть, что когда вы берете рекомендацию, всегда просите одного человека. То есть у меня написано специально здесь, что нужен один помощник. Почему? Потому что если мы говорим «дай мне несколько знакомых», человеку сложно сконцентрироваться и подумать, кого же можно дать. То есть в этой ситуации человеку, проще сказать, у меня таких знакомых нет. Если мы говорим, что нужен в настоящее время только один помощник, человеку легче сконцентрироваться и подумать, кого можно порекомендовать. То есть это важный момент, который очень сильно влияет на то, будут ли вам давать рекомендации или не будут. И ошибки. Какие ошибки? Те же самые, которые были с предыдущим списком. И плюс еще добавляется еще одна ошибка. Это неподготовленность к проведению трехминутной презентации для людей из этого списка. Потому что в основной своей массе, когда вы произнесете эту фразу, человек спросит, а что это за бизнес? Чем нужно заниматься? То есть это нормальная реакция абсолютного большинства людей из этого списка. И в этом случае нужно уметь проводить трехминутную презентацию. Каким образом я эту презентацию делаю? Лично я делаю. Есть разные предложения, есть разные варианты. Мне лично нравится и мне лучше всего работает следующая презентация. Я сразу спрашиваю человека, чем он занимается. Даже если я знаю, чем он занимается, все равно этот вопрос задаю. Ну и спрашиваю, Оля, например, чем вы занимаетесь? Вы сидите в банке, работаете здесь с клиентами. Реально, за что вы получаете доход? То есть я стараюсь у человека узнать, за что реально человек получает доход. Ну, человек, скорее всего, скажет. Ну, у меня вот есть оклад определенная сумма, и я получаю за то, что я делаю вот те действия, делаю проводки, делаю трансферы своим клиентам, то есть рассказываю коротко. Я задаю следующий вопрос. А вот вы можете обучить своего сотрудника, либо человека, который придет к вам только работать, тому, что вы делаете? Человек скажет, да, в принципе, конечно, могу, ничего сложного нет. Сколько на это уйдет времени? Кто-то скажет месяц, кто-то два, кто-то три. То есть по-разному бывает. Да, в принципе, если мы говорим конкретную ситуацию по банку, человек скажет, ну, где-то порядка трех месяцев. Отлично. Тогда мне следующий вопрос. А вам за то, что вот обученный сотрудник будет делать то, чему вы научили, вам за это будут платить какие-то деньги? Соответственно, человек, скорее всего, скажет, что нет, за это не будут платить деньги, потому что он делает свою работу. И следующий вопрос. А вот хотели бы за это получать деньги, за то, что вы научили человека тем действиям, навыкам, которые есть у вас, после этого человек будет делать ту же самую работу, что делаете вы, и вам будет определенный процент за ту работу, которую он делает, платить в качестве комиссионного вознаграждения? Вам бы хотелось получать деньги? Основная масса людей скажет, конечно, я хотела бы, или хотел бы, да? И в этом случае договоримся. Тогда я говорю, Оля, давайте мне свой номер телефона, мы договоримся с вами, чтобы вы подошли в офис или ко мне домой, и мы с вами поговорим более детально насчет того, как можно это было бы устроить. То есть, вот такая трехминутная презентация для тех людей, кто не знаком с сетевым маркетингом, не знаком с тем, чем вы занимаетесь. И какой здесь будет ответ, на самом деле абсолютно не важно. Если человека не устроит ваше предложение заниматься сетевым маркетингом, здесь важно не убеждать человека, не уговаривать, а просто сказать, я понял, Оля, вас не устроит это предложение, кого могли бы вы мне порекомендовать? Мне в настоящее время нужен один помощник. И в этом случае будет достаточно высокая вероятность, что вам все-таки кого-то одного порекомендуют. И вот этот момент тоже очень важный. Когда вам кого-то порекомендовали, нужно тут же попросить своего собеседника, позвоните сейчас, чтобы я мог договориться с этим человеком о будущей встрече. Очень важный момент. То есть, вы не просто берете телефон, а здесь ваш собеседник созванивается с человеком, кого он рекомендует, и говорит о том, что есть предложение, и человек готов с вами встретиться, поговорить. То есть, уже здесь вы будете договариваться, то есть, вас представили, и дальше вы уже договариваетесь о встрече. Очень тот также важный момент, чтобы человек, который будет договариваться о встрече, чтобы он ничего не рассказывал, чем нужно заниматься. То есть, если он попытается что-то рассказать, высока вероятность, ну, 95-99%, то, что человек, который будет слушать это предложение от вашего знакомого, то, что встреча не состоится. Ну, это, опять же, мой опыт. У меня было несколько таких ситуаций, когда вместо меня делали предложение, и, соответственно, люди отказывались. Причем это, ну, фактически стопроцентный был отказ. Поэтому человек не знает, на самом деле, что нужно говорить. То есть, он услышал слово «Сетевой маркетинг», человек уговорится о том, что это «Сетевой маркетинг», и вероятность близкая к 100%, что встреча не состоится. Поэтому очень важный момент, чтобы вы лично беседовали, потому что будут возникать вопросы, и на эти вопросы вы уже будете отвечать, и вы знаете, как отвечать. И это, естественно, повышает вероятность, что ваш контакт будет успешный. И мы идем дальше. Третий ресурс – это один из самых, наверное, важных ресурсов, потому что это как раз то, что называется дублицированием сетевого маркетинга. То есть, это ваши партнеры в NSP, которые будут, кто-то из них, дублицировать ваши действия, а кто-то может быть просто давать рекомендации, просто как потребители. Ну, соответственно, эти рекомендации тоже можно будет использовать для того, чтобы подписать этого человека. Ну, естественно, по от того партнера, кто дал вам рекомендацию. Пускай даже это и если будет потребителем. Это третий список. Какая фраза? Саша, компания сейчас расширяет свой бизнес, у нас появились новые возможности, у нас сейчас есть обалденно классный промоушен на Мерседес, и у тебя есть отличная возможность попытаться поиграть в эту игру. Может, если активно поработаешь, ты получишь в качестве промоушен от компании новенький Мерседес. Поэтому у меня такой вопрос. Есть ли у тебя, у твоих знакомых или у кого-то из родственников кто-нибудь, кто хотел бы иметь дополнительный доход? То есть, это один из вариантов фраз. Вы можете по-разному эту фразу произносить. Главное, чтобы у вас была максимальная эффективность. Какие ошибки? Первая ошибка отсутствия списка знакомых у ваших бизнес-партнеров. Вы с этим, я думаю, постоянно сталкиваетесь и будете сталкиваться, потому что люди, когда приходят в этот бизнес, на первом этапе думают, что все очень примитивно, и зачем я буду писать эти списки. Лично я так в свое время думал, зачем мне составлять список, что-то за примитив, что-то за бизнес. Никакого бизнес-плана какого-то не надо писать, не надо делать никакой аналитики, что-то очень как-то примитивно, а список составлять для чего-то нужно. Поэтому с этой ошибкой вы будете вас наносить в массе сталкиваться. Это нормально. Просто людям нужно рассказывать о том, что это ошибка, ну и дальше потихоньку помогать человеку составить список знакомых, когда он готов будет признать, что это ошибка. Вторая ошибка. Отсутствие постоянно работы с партнерами и структурой. У нас постоянно проходят какие-то промоушены, постоянно появляются какие-то новые продукты, и зачастую люди считают, особенно там, где есть сервисные центры, ну в первую очередь касаются Украины и России, зачем я буду человеку звонить. Он знает, где находится сервисный центр, если ему надо, пускай он звонит. Это очень большая ошибка. Я рекомендую периодически прозванивать своих партнеров в лидерской группы, потому что кому-то просто приятно будет с вами побеседовать. Кто-то просто уже забыл, что он где-то что-то покупал, поэтому я рекомендую прозванивать постоянно, с определенной периодичностью своим партнерам и структурой. Третье. Это отсутствие постоянной работы с потенциальными партнерами. То есть на презентациях мы зачастую забываем спросить у людей о рекомендации. И мы переходим к следующему. Обратите внимание, что люди зачастую начинают работать, активно делают какие-то действия и через какое-то время, кто-то через неделю, кто-то через месяц, кто-то через два, вдруг перестают работать или значительно лежат темп. Замечали такое? А кто замечал? Поставьте плюсик. То есть люди активно работают некоторое время и потом раз и все. И сошли с дистанции. Давайте посмотрим, с какими трудностями приходится встретиться этим людям. Находятся причины не делать. Находятся причины не делать. Какие находятся? Кто-то говорит, нет времени, кто-то говорит, я вот делаю, делаю, а людям это уже не надо. Третий говорит, у меня сейчас появились другие важные дела. Четвертый говорит, у меня кончились все знакомые, не с кем дальше работать. пятый находит еще какую-то причину. С какими вы причинами еще сталкиваетесь? Обратите внимание, не получают быстрых результатов. Да, то есть человек прошел сетевой бизнес и результаты действительно достаточно часто приходят не на первый, не на второй месяц, иногда даже не на первый год. Лично у меня первые результаты пошли более, скажем так, через полтора года, как я начал заниматься сетевым маркетингом. То есть фактически полтора года я нарабатывал опыт. Первый год практически вообще был результат нулевой, только следующие полгода пошли какие-то результаты. То есть это действительно те причины, которые не дают, приводят к тому, что люди сходят с дистанции. И даже бывает очень часто, что лидеры вроде бы понимают, что результаты будут сразу, потому что они стали лидерами, либо лидерами, ассистентами. И когда начинают активно работать, может быть месяц-два активно поработать, и дальше вдруг скисают, то есть останавливаются, прекращают свои действия, либо значительно снижают динамику развития своего бизнеса, тоже, скорее всего, вот все вот эти вот причины, которые перечисляются, они действительно есть. Но я бы хотел обратить внимание, на самом деле, когда мы занимаемся сетевым маркетингом, нам приходится много делать действий очень простых, примитивных и нудных, и соответственно, нам становится через некоторое время скучно, и мы находим те причины, о которых вы сейчас говорили. на самом деле, есть одна причина, основная, человек начинает лениться, потому что быстрых результатов нету, и соответственно, лучше посидеть, посчитать книжку, посмотреть телевизор, потому что обратите внимание, что люди все равно находят время на абсолютно непонятно какие вещи, даже на игры в социальных сетях. сетях я каждый день получаю десятки предложений, в том числе и от лидеров поиграть в ту или иную игру. То есть обратите внимание, люди не находят время сделать 30 минут, чтобы сделать в один раз в день какое-то предложение проработать по списку знакомых, но находят много времени, ну, как минимум полчаса, а то час, чтобы в социальных сетях поиграть либо в игру, либо размножить каких-то котиков и так далее. На самом деле основная причина получается, что человек начинает лениться. Ну, поэтому я так призываю, вот эту картинку специально повесил, чтобы человек сам попросил себя, что уважаемый, я, ну, пожалуйста, перестань лениться. Что помогает преодолеть лень? есть несколько основных инструментов, которые действительно позволяют преодолеть лень. Первое, это самая мотивация. То, что вот я давал на прошлом вебинаре задание, определить свои личные ценности, а это действительно многим партнерам может помочь получить то, что действительно толкает для тех действий, которые мы зачастую просто ленимся делать. Поэтому я еще раз обращаю внимание, посмотрите прошлый вебинар, посмотрите записи прошлого вебинара, либо те, которые вы делали в предыдущие разы, там, сколько там, три месяца назад, шесть месяцев, девять месяцев назад, а посмотрите, что для вас ценно, что вас толкает к тем действиям, которые действительно приводят к успеху, посмотрите, что для вас является ценным, путешествия, дом, семья, то есть посмотрите, и представьте просто, что вам нужно вложить какое-то время в те действия скучные, получать эти отказы, я понимаю, что это тяжело получать постоянно отказы, но вот эта черновая работа, она рано или поздно дает возможность вам реализовать себя в этом бизнесе, начать заниматься теми действиями, которые вам нравятся, то есть нравится заниматься путешествовать, вы будете путешествовать, нравится рисовать картины, вы будете рисовать картины, нравится танцевать, у вас будет времени заниматься танцами столько, сколько вы То есть основной момент, чтобы вы поняли, что вы это можете получить благодаря именно действиям, постоянным действиям в сетевом маркетинге в течение нескольких лет. Буквально нужно несколько лет делать изо дня в день те скучные действия, не останавливаясь, и вы придете практически к любой своей цели. Дальше. Ну, некоторых будет мотивировать промоушен от спонсоров от компании. Я знаю, что некоторые партнеры говорят, что меня промоушены не мотивируют, мне это неинтересно. Но если вас это не мотивирует, подумайте, сколько ваших партнеров будут мотивировать промоушены как от спонсоров, так и от компании. Многие директори продвигают различные свои промоушены. Обратите внимание, есть промоушены от структуры Юры Черенко, степ-бай-степ. Есть промоушены у Леи Метельницкой и Глеба. Как он называется? Напомните, что все время из головы вылетает. Прорыв. Звездный прорыв. Правильно. Есть у Нижегородцева Клуб 200. То есть, есть различные промоушены. У меня есть, по моей директорской структуре, еще некоторые директору Инспай. Да, может быть, вас эти промоушены лично не мотивируют, но это тот инструмент, который позволит вам прикладывать меньше усилий, но он будет мотивировать ваших партнеров. Поэтому продвигайте промоушены как от спонсоров, так и от компании. Ну и третье, это просто понимание и расчет, что только конкретное количество действий приведет вас к успеху. Лично у меня, когда я пришел в сетевой маркетинг, у меня был просто обыкновенный просчет. То есть, я понимал, что нужно просто понять, какое количество действий мне нужно сделать, чтобы прийти к определенному финансовому результату. Лично для меня была мотивация именно обыкновенная математика. Есть люди, которые умеют считать, они прекрасно, вот если им тоже посчитать, я сейчас тоже покажу, как я лично считал. И если человек это понимает, все это, то есть умеет цифры через себя пропустить, то, соответственно, он будет работать практически без всякой мотивации, промоушенного, спонсоров. То есть, он просто будет понимать, что нужно выполнить определенную работу и будет определенный результат. Тем не менее, я могу сказать, что все равно вот эти вот элементы промоушена, мотивации все равно нужно использовать, потому что это тоже работает. И вот кто-то пишет, как начать работу. Ну, фактически, вот сейчас я буду говорить, как я лично начал работу. То есть, я занимался традиционным бизнесом, у меня был достаточно неплохой по тем временам доход. То есть, среднемесячный порядка 2000 долларов у меня был доход. Это 96-й, 97-й год. Это в моем бизнесе. И какой был мой расчет. То есть, я понимал, что 2000, ну, по тем временам это нормальные деньги были, да, 2000 долларов. Но мне почему-то хотелось чего-то другого, то есть, какого-то разнообразия, и хотелось все-таки заработать, может быть, попытаться больше. И плюс еще дополнительные моменты были, потому что я понимал, что уже в то время понимал, что надеяться на то, что будет какая-то пенсия, уже бесполезно. Ну, и сейчас я это прекрасно понимаю, что рассчитывать на пенсию в странах СНГ, это, ну, просто смешно. В Евросоюзе к этому тоже же подходит, потому что сейчас уже происходит сокращение пенсии, то есть, начинает все сжимать. И я прекрасно понимаю, что через 10-15 лет, даже в том же самом Евросоюзе, будут большие, очень большие проблемы с пенсиями. И будут ли они вообще, я тоже не уверен. Почему это отдельная тема? Я вот сейчас просто показываю свой расчет, свой расчет, вот, как я начал работать. То есть, через некоторое время у меня появилась статистика. Ну, одна была статистика, то, что я смотрел, как у других людей работают, у них разные были, разные результаты. Через какой-то промежуток времени, когда люди начали у меня подписываться, и я смотрел, как это происходило в параллельных структурах, я понял, что, чтобы подписать, ну, это было уже, когда прошел год с лишним в сетевом маркетинге, у меня появилась следующая статистика. Мне нужно провести 10 бесед с потенциальными партнерами, чтобы 2 человека подписали соглашение. Понятно, что эти 2 человека подписывали соглашение, и далеко не каждый покупал продукцию. По результатам второго года у меня была следующая статистика, что из тех 10 человек, которые подписали соглашение, только 2 человека остаются и что-то пытаются либо делать, либо покупают продукцию. 8 человек через год уже просто не занимаются сетевым маркетингом. Ну, у меня такая статистика была. На самом деле она может быть абсолютно разная. Если правильно работать, можно иметь и 50%, и 60%. Я рассказываю о своей статистике, которая является значительно хуже, чем средняя. Третье. Из тех 10 партнеров, которые остались, 3 ближайшие 3 года становятся лидерами. То есть, что мне нужно было? Мне нужно за 3 года, если вырастить 10 лидеров, у меня на самом деле не 3 года ушло, у меня больше ушло, но то, чтобы стать директором консультантов, по-моему, 5 или 6 лет. Но это сейчас не принципиально. Я просто вам показываю статистику, какую вы можете получить, которую люди, в принципе, делали и получали даже больше результатов. Тот же самый Аркадий Бибиков, у него был рекорд, по-моему, 8 лидеров за 1 год. Я показываю, что вот за 3 года вырастить 10 лидеров в первом уровне, это тоже реально. То есть, это 3 с небольшим. Многие директора этого достигали. То есть, что у нас получается? Получается, получается, 3 исходных такие позиции, да, из статистических данных. 10 бесед нужно провести, чтобы 2 человека подписало соглашение. Из 10 подписанных у меня 2 остались в бизнесе, ну, по крайней мере, в концу первого года. 10, которые остались в бизнесе, из 10, 3 человека в течение 3 лет становились лидерами. И что нужно? Если мы говорим сейчас о промоушене, который объявлен компанией, нам за 3 года, если вы стартуете с нуля, например, являетесь ассистентами, вам нужно, первое, что сделать, за 3 года вырастить 10 лидеров в первом уровне. 10 лидеров в первом уровне. И что тогда у нас получится? 34 партнера умножим на 5. И нужно будет подписать 170 человек за 3 года. Обратите внимание, я вам не говорю о том, что нужно продавать, потому что если вы будете продавать, вы угробите, первое, и свой бизнес, и второе, вы угробите свою сеть. Почему? Почему продавать по рознице, вы угробите свой бизнес? Я как бы рассказываю свой опыт. Вы столкнетесь с следующей ситуацией. Вы кому-то продали по рознице. Кому-то продали по рознице, да. И что происходит дальше? Сейчас интернетом пользуются, ну, наверное, процентов 90 всех людей. У меня даже мама, которая уже, скажем так, больше 80 лет, она тоже когда-то что-то покупает, она после того, как купит, заходит в интернет и смотрит, где, почем можно купить. Значит, что человек делает? Продали по рознице, да, человек проходит и смотрит. Ага, мне продали по рознице, а я, оказывается, это могу купить, например, у Васи, который там продвигает бизнес через лидер тысячи, либо через еще какой-то результат. И все. Человек заходит, подписывает соглашение, и что получается? Получается, тот человек, которому продали по рознице, да, он заработал эту розницу, это копеечки, да, а дальше что получилось? Копейки заработаны, а человек подписался о соглашении совершенно другого человека. Я с этим неоднократно сталкивался, мне с Украины именно люди присылали скриншоты с обидой. Вот я первую продажу сделал, а человек мне второй раз, когда я хотел ему сделать предложение подписать соглашение, он не подписал, потому что он, оказывается, подписал соглашение. И самое смешное, что им присылают скриншоты, ребята из Белоруссии молодцы, мне нравится, как они работают, что человек с Украины, люди на Украине, да, с Украины человек, украинский дистрибьютор продает украинскому клиенту продукцию. Но украинский клиент вторую покупку уже покупает после того, как подписал соглашение у белорусов. Великолепный инструмент для того, чтобы строить сеть. Это один момент. Второй момент, я лично не люблю и не умею продавать, и если бы мне сказали, что здесь нужно продавать, я просто бы не стал заниматься этим бизнесом. Потому что просто одни продажи, это скучно, лично для меня. И основная масса людей, обратите внимание, не любят продавать. Поэтому я всегда рекомендую, если человек проявляет интерес к продукции, подписывать его. Подписывать, подписывать и подписывать. И дальше его нужно просто правильно сопровождать, правильно помочь сделать бизнес-план, если он хочет заниматься бизнесом. он должен понимать, что бизнес – это не работа. И бизнес никогда не дает сразу доходов. Представьте, что вы решили заняться бизнесом традиционным, решили открыть магазин. Смотрите, какие вам потребуются затраты. Ну, понятно, организационные, там нужно будет купить лицензию и так далее. Это арендовать помещение, купить необходимые товары, которые нужно будет продавать в магазине. То есть затратная часть у вас будет обалденно большая. Не, скажем так, ни одна тысяча долларов, ну, минимум, если небольшой магазинчик, там хотя бы 30 квадратных метров, ну, хотя бы тысяч пять долларов вам нужно будет вложить. То есть вы вложили в бизнес пять тысяч долларов, у вас пока еще ничего не продается. Вам нужно платить зарплату, вам нужно платить какие-то налоги. То есть это бизнес. Поэтому, опять же, когда человек говорит, что приглашают на работу, мы не занимаемся работой, мы занимаемся бизнесом. Но у нас не требуется капиталовложение. Нужно основное, что вкладывать, это какое-то время. Но зато через некоторое время человек может получать очень хорошие деньги. Обратите внимание на вот этот момент, на который я вам говорю. Люди зачастую допускают эту ошибку, пытаются все-таки изобретать этот велосипед, говорят, вот первый раз нужно продать. Хорошо, продавайте. Но я вам сразу обещаю, что вы потеряете большое количество людей, которые в итоге могли бы быть в вашей сети, а в итоге будут в сети других людей. Приведу следующий пример. Не буду называть фамилии, это известные фамилии. И в итоге тоже один наш дистрибьютор продавал женщины продукцию. Ну, да продавался. Этот человек в результате подписал соглашение совершенно другого человека. И смотрите, что произошло. Этот человек стал директором. И, по-моему, у него уже есть директор. То есть жажда вот эту вот получить сейчас розницу привела к тому, что человек потерял, просто не получил двух директоров в своей структуре. Что такое два директора в структуре, первое и второе поколение? Ну, это приблизительно доход, ну, наверное, минимум 4 тысячи долларов в месяц. Но человек зато заработал розницу. Вам интересно получить розницу, скажем, ну, условно говоря, пускай даже 100 долларов, 500 долларов вы можете заработать. Ладно, на рознице, хорошие вы продавцы. Но в дальнейшем вы потеряете от этого только месяц, минимум 4 тысячи долларов. Это реальная картина, с которой я знаком, я этих людей хорошо знаю. А за год это 48 тысяч, минимум 50 тысяч даже где-то тогда, 50. А 10 лет это сколько получается? Потому что эти люди скоро уже будут отмечать десятилетие. То есть за 10 лет это полмиллиона долларов. Ну, человек заработал там несколько сот долларов. Смотрите, разница какая. Поэтому я всегда говорю, если хотите строить бизнес, ваша задача привлекать новых партнеров, подписывать их, не розницы. Не розницы. Да, я понимаю, что я все равно не смогу многих убедить. Но это тоже нормально. Не все будут директорами, не все хотят быть директорами. Поэтому обращайте внимание. Ну, плюс еще вот я вижу комментарии, налоговая разведка тоже, это тоже один, тоже немаловажный момент. Поэтому можно, конечно, зарегистрироваться как частный предприниматель и благодаря этому заниматься официально продажами. Но, опять же, это неинтересно. Абсолютно неинтересно. Так, поехали дальше. Мой расчет, да. Что нужно? В месяц необходимо подписывать 5 человек. То есть мы, опять же, говорим о том, чтобы выполнить промоушен на Mercedes. То есть, смотрите, те люди, кто будут заниматься продажами, они будут заниматься, получать сейчас денежки, розницу, да. А я все-таки, вот, если бы я начинал со старта ассистент сейчас, я, по большому счету, плюнул бы на эту розницу и сказал, ага, Mercedes, да, B-класса, если я сделаю, например, за 2 года B-класса, а еще потом поднаприваюсь еще на C, 2 Mercedes за 3 года, все, стартую. Я бы сыграл в эту игру, даже с ранга ассистент. Сейчас, конечно, я играю немножко на другие игры, да. Но мы сейчас говорим о тех партнерах, кто сейчас находится у нас на вебинаре, ассистенты, консультанты, менеджеры, может быть, лидеры. У вас есть у всех хорошая возможность получить Mercedes B-класса. Поэтому в месяц необходимо подписывать 5 человек. То есть мы работаем со статистикой. 5 человек. У многих промоушены, директоров именно на это нацелены. Подписывать 5 человек. 5 человек. За 3 года, что мы получаем за 3 года в этой ситуации? За 3 года, 12 месяцев и 3 года, мы получим следующую статистику. У нас из тех людей, у кого мы подпишем, 36 человек останутся потребителями. Остальная масса, и это, опять же, моя статистика, я, к сожалению, не всегда дорабатывал хорошо со своими подписанными партнерами. Если человек прекращал покупать, я зачастую забывал уже ему перезванивать, этим надо раз, может быть, год прозванивал, и все. На самом деле вы можете прозванивать раз в месяц, это нормально, ничего страшного нет. Человек подписал соглашение, дайте ему информацию. И когда я занимался, у нас не было никаких промоушенов от компании. И сейчас у вас есть множество причин, чтобы людям перезвонить. Поэтому у вас статистика будет другая, намного лучше, чем у меня. То есть у меня было 36 человек, которые остались потребителями. Из этих 36 человек, ну, да, знаем, из 10 человек за 3 года становятся лидерами. То есть по этой статистике у нас из 30 человек 10 станут лидерами первого поколения. И опять же будет работать эта статистика. Ваши партнеры, кто сориентирован будет на бизнес, будут стремиться повторять именно ваши действия. А ваши действия именно такие. Соответственно, у вас получится структура, ну, хотя бы, я думаю, из 100-120 лидеров за 3 года. Реально это или нереально? Я могу сказать, что это абсолютно реально. Почему? Ну, первый момент. Я приводил пример, как Дженнифер Пиннера на канадском рынке за 2 года достигла ранга, приблизительно равняющаяся нашему рангу члену Совета Директоров. То есть абсолютно нормальная статистика, это работает. То есть самый простой метод, ее самый любимый метод, это домашние кружки. То есть она работает без всяких там приборчиков, без всяких там взвешиваний, обвешиваний и так далее. То есть я могу сказать точно, что вот люди, которые работают без всяких приборчиков, а именно традиционными методами, домашние кружки, контакты личные, вот они получают максимально лучшие результаты. Поэтому еще раз обращаю внимание, если будете, скажем, ошибаться, то есть использовать различные бироны, компасы и так далее, и диагностику, то считайте, что Мерседес пролетит мимо вас. Ну, пока я, скажем, не знаю ни одного человека, который мог бы выполнить это при помощи приборчиков. Но в то же время я знаю, что вот если бы этот промоушен был объявлен 9 лет назад и действовал в течение вот этих 9 лет, то 19 партнеров бы этот промоушен выполнили. 19 партнеров, обращаю внимание, да, 100% выполнили. Еще почти 20 человек, ну, чуть-чуть бы не довыполнили. Но я понимаю, если бы был такой промоушен объявлен, то вот реально порядка 40 человек за 9 лет могли бы получить Мерседесы. Ну, если этих 40 человек мы поделим на 3, на 3, да, 40 человек делим на 3 года, то есть это получается, вот реально, я думаю, человек 13 могут получить Мерседесы в ближайшие 3 года. И вполне возможно, кто-то из вас. Если будете правильно делать, правильно выстраивать стратегию, то вот эти автомобили, они вас ждут. Кто хочет получить в качестве промоушена такой автомобиль? Поставьте, во, я. На какое время промоушен Мерседес? Во, во, отлично, отлично. Я тоже хочу. Я тоже играю в эту игру, я тоже хочу получить Мерседес, поэтому я тоже начинаю активно выстраивать сеть, я тоже хочу. Классная игра, мне нравится. Поэтому у всех у вас есть такая возможность, и чтобы этого действительно добиться, нужно делать самые простые действия, самые простые. Обратите внимание, работа по рекомендациям, раз. Три рекомендации за три дня. Если даже у вас есть сейчас основное место работы, старайтесь каждый день отрабатывать одну рекомендацию, то есть три рекомендации по теплому рынку, раз. Работать с холодным рынком так же. Что такое холодный рынок, мы говорили. И лучше всего тоже делитесь своими результатами. Если ваши партнеры присутствуют на вебинаре, чтобы они видели, что вы тоже делаете действия, то есть чтобы они видели, что... Я понимаю, что кто-то стесняется здесь написать о своих результатах, они могут быть сейчас нулевые, ничего страшного. Показывайте, что вы делаете действия, пускай пока не нулевые, все равно у вас будут через какое-то время хорошие результаты. Это абсолютно реально. Третье. Самый простой и мощный инструмент – это домашний кружок. Найдите возможность хотя бы раз в неделю проводить домашние кружки. Мощнейший инструмент. У меня больше 50% лидеров было подписано только благодаря домашним кружкам. Более 50% лидеров и директоров первого поколения мне подписаны благодаря домашним кружкам. Очень комфортный метод, очень легкий. Очень легко дублицируемый. И самое важное, то, что я тогда не любил делать, да и сейчас я не очень люблю, я не любил разговаривать, у меня не получалось разговаривать, у меня сами люди, которые проходили, они сами друг другу рассказывали. Моя задача была только подавать там напитки, чай, яблочко, печенье и все. То есть классный метод, я его обалденно люблю. Не надо напрягаться, люди сами все делают. А моя задача была какого финанса? Принести водичку, попить чай, принести яблочки, все унести и все. Вот это была основная моя работа, благодаря которому удалось выстроить сеть с первым поколением. Ну, опять же, больше 10 лидеров и директоров в первом поколении были подписаны именно таким образом. То есть я ничего не делал. Делали люди...